Когда в ансамбле я служил, меня звали Муса. Я пел репертуар мусульма Магомаева. Некоторые говорят, слушай, у тебя концерты, записи там и так далее, все это. А когда ты фотографией занимаешься? Я говорю, ну по пути. Осень, вот эти краски завораживают человека, особенно художника. Самый крутой фотоаппарат Мамея РБ-67. В то время она стоила 7 тысяч долларов. Субтитры создавал DimaTorzok У меня, по-моему, сейчас больше времени уходит на певческую работу, чем на фото. Ну вот, я недавно был на репетиции, например, где-то вечером. Вышел такой закат красивый, понимаете. Я побегал, поснимал, видите, как бы и попел, и пофотографировал. Поэтому два удовольствия. И если бы, конечно, и не вокал, то бы было скучно. Потому что одна фотография как-то, это одно настроение. А когда ты меняешь фотографию на певческую работу, совсем другое. Вообще счастливый человек, который занимается певческой деятельностью. Владимир Кудринский – фотограф, член Союза фотохудожников России, член Союза журналистов России, солист народного коллектива «Вдохновение». За более чем полувековой творческий путь поющий фотограф, как называют его коллеги, не раз становился лауреатом федеральных и областных премий. Посвятил родному сибирскому краю три десятка фотоальбомов. Записал более 40 песен. Как мы с тобой поняли, это выбор просто стопроцентный. Давай сейчас проработаем дыхание отдельно каждую фразу, смотри за длиной музыкальной фразы. Я мечтал стать оперным певцом, мечтал умереть на сцене. Оперным певцом я не стал, но стал эстрадным. Приехал в Омск в 62-м году, ну из села. Мне было 13 лет. В 6-е строительное училище я поступил на арматурщика-бетонщика. Я даже не знал, что это такое. Я попал к хорошему руководителю. В общем, он руководил хором и солистами. Мне это понравилось, но профессия, конечно, не понравилась мне. На пятый этаж таскать в носилках бетон, это, конечно, не мое. Ну, я учился, конечно, все это. А, даже было так, что ребята говорят, ну ладно, ты пой, а мы будем работать. О море, море, преданным скалам. В море вернусь. Кумир был Муслим Магомаев. Вот, поэтому я, когда в ансамбле я служил, меня звали Муса. Я пел репертуар муслима Магомаева. Ну и до сих пор, вот я гран-при получил недавно. Я пел «Синяя вечность» муслима. Я гастролировал, это Румыния, потом Болгария, вот, Югославия, потом Чехословакия. Был ансамбль «Виаз-70», потом с «Виаз-70» я попал к клубу, это ДК Сибзавода, ансамбль «Вдохновение». Вот, это очень такая хорошая школа, он очень такой вокалист был, и много дал он именно, понимаете, по подготовке вокала. А «Виаз-70», в общем, это эстрадный ансамбль, там, по сути дела, ну, работа была с вокалистами, но как бы не так, как вот у Лобова. Работай над тем, что ты переживаешь. А тут ты только крови свел, а остальное все не. Я занимаюсь три раза в неделю. вокалом. Ну, это часовая программа. Вот я захожу, беру микрофон и целый час пою. Запомни, как ты работал сейчас лицом. А я как? Сейчас совпадение полностью вокала, музыки, лица, твоего вот этого всего состояния. Молодец! Спасибо. Некоторые говорят, слушай, у тебя концерты, записи там и так далее, все это, а как ты фотографией занимаешься? Я говорю, ну, по пути, я же с фотоаппарата хожу. Например, оболока красивые, я раз только фотографирую. Я вам скажу, любое время, конечно, по-своему, но особенно осень, вот эти краски завораживают человека, особенно художника. В этом парке я часто бываю, потому что раскрепощайся ты. Цветовые пятна, утки, чайки дополняют, понимаете, эту красоту. Осенью и весеннюю. Очень интересные кадры, например, вот утка и маленькие утята. Очень, очень оригинально получилось у меня. Особенно сейчас тепло, вот красота, вот эта вот осенняя, желтизна, краски, рябины, это вообще завораживает человека. Надо почаще, конечно, бывать, потому что листва уже слетает. Осень уносит мои мечты. Вообще-то случайно я попал в эту область фотографическую. В 69-м году, в общем, после армии, я пришел в Омск, приехал в свой родной город, вот, служил я в ансамбле песни-пляски. Вот, ну, почти вся служба прошла в заполярном круге. Это Норильск, Дудинка, Кайркан. А в 69-м году, когда я вернулся, то познакомился с большим оркестром. Это руководитель Судат Михаил пригласил меня в качестве солиста. Вот. И, в общем, получилось так, что надо было этот ансамбль сфотографировать. Я познакомился с фотографом-ботовиком в Амурском поселке. Я говорю, Юра, давай, пофотографируй нас. Ну, он сфотографировал и, в общем, затянул. Вот. И, в общем, Судат говорит, ну, когда фотография-то была? Я говорю, Юра, давай, сделаем фотографии. И когда в лаборатории я увидел этот процесс, из белого листа появилось изображение. Это меня покорило. В общем, шесть месяцев я проучился. Получил разряд, где-то третий, по-моему. Вот. И стал в этой студии, где он, как бы, Юрий-то был. Вот. Я начал фотографировать. Как бы первый раз он как-то не доверял мне. А потом, в общем, увидел, что, как говорится, я умею уже и на документы фотографировать, и на портрет, и репортаж где-то. Вот. Раньше-то я снимал камеры. Это колпачок, там, раз, два, три, раз, два, три. В общем, не было затвора. Я проработал там немножко, и студия открылась на Ленинградской площади. В общем, там получилось где-то два зала. Это детский и художественный зал. Вот. Я в детском работал, а в художественном – это работал Лев Григорьевич Задов. Я его все звал Лева Задов. Вот. Невысокого роста такой, интересный человек. Рассказывал, как он работает, как он, понимаешь, это над фоном. Когда уходит, он его сбрызгивает обладой. Кроме того, что мы сфотографировали, там же идет еще ретушь, художественный ретушь. Это, значит, какие-то изъяны убираются, и, соответственно, тень, если, например, тень глубокая, ее немножко, как говорится, высветляет. Помню, я познакомился с фрунгуренцем. Вот. И Михаил Возьмичем. Я вот видел, как он ретушировал. В общем, он на ноготь наносил ретушь, и, в общем, кисточкой брал и ретушировал. Был у нас очень хороший фото-клуб в городе, поэтому там профессионалы были. Вот. И журналисты, и бытовики. Я дружил с Сапоцким, с Сергеем. Это очень талантливый фотограф. Фрунгурц, Чидишев, Пизбородов. Ну, в общем, школу я прошел очень такую серьезную, потому что всегда мы печатали фотографии, показывали коллегам, они критиковали, где-то хвалили. Я со всеми дружил и как бы учился у каждого. Вот большая коллекция, где-то около 250 фотоаппаратов. Первый фотоаппарат у меня появился где-то в 70-е годы. Это я приобрел в Запорожье. Роликорд, цельс, немецкая камера, объектив Тесар. Я выменял, выменял, у меня был зенит наш советский на эту камеру. Вот, где-то формат 6 на 6. Зенит-то стоил прилично, где-то рублей, рублей, наверное, 90. Ну, по тем деньгам-то. Это хорошая зарплата, по-моему, была. Организовал фотостудию, ракурс. В этой фотостудии ракурс мы сделали выставочный зал и фотомузей. Вот, в общем, фотоаппараты стояли у нас в зеркальных этих шкафах. В конце концов, эта студия лопнула, поэтому я некоторые фотоаппараты забрал к себе. И, в общем, помаленьку начал пополнять эту коллекцию. Вот, кто-то дарил. Где-то я приобретал самый крутой фотоаппарат Мамея РБ-67. Это кадр 67, японская камера. В то время она стоила 7 тысяч долларов. Многие хотели бы приобрести эту коллекцию, но я как-то, я рассчитываю, что все-таки в будущем будет дом фотографий. Поэтому, как бы, мечтаю, конечно, организовать. Хочешь, друг, я тебе расскажу, что такое Россия? Я люблю черно-белые фотографии, которые я снимал еще, когда не было цифровой фотографии тоже. Поэтому они и выставочные, и характер в них есть, и мысль есть. Например, посиделки. У меня есть такая фотография, где где-то человек пять сидит на скамейке в деревне, и один играет на гармошке. Такая задумчивость, все это где-то во время Дня Победы было. Я, понимаете, очень много снимал в деревне. Почему? Потому что я приезжал, и уже отец убегал от меня, понимаете? Потому что я его то с голубем сфотографирую, то вот. У меня отец ходил всегда в шляпе. Я говорю, ты что, еврей, что ли? Ну, по-видимому, да, он польский, да. Кудринский Исаак. Это Федор Исаакович. Ну, это очень мой. Я его люблю, он меня воспитал. А родной отец, он художник, но я его не знаю. Мама, она пела у меня, такая... Всегда аккуратистка была, всегда пекла всякие изделия такие из муки, понимаете? Все это. Вот. И очень много я снимал маму, отца, детей в деревне, понимаете, все это. И вот это вот наследство, вот эта вот история, она осталась. Ну, сейчас у меня такая, как бы, идея сделать фото-выставку, фото-живопись. Я долгое время дружил с Либеровым Алексеем Николаевичем. Это художник, академик. Мы даже сделали выставку вместе в разных залах. И часто мы выезжали на природу, снимали там. Он рисовал, я снимал. И один раз я сказал, что хочу поступить на худграф. Он говорит, зачем тебе, сынок, ты так уже художник. Поэтому я, как бы, не закончил худграф, но живопись, вот эта фото-живопись, она меня тоже, как бы, трогает. У меня 30 альбомов вышло авторских. Поэтому это, конечно, шокирует всех. Говорит, у меня не одного, а у тебя 30. Я где-то прочитал, что есть в книгах и в альбомах серебряные страницы. Я познакомился потом с издателем Зеляниным. Давай сделаем альбом. Он говорит, а где деньги? Я говорю, я найду деньги. Я созванивался с руководителем предприятия, брал свои фотографии. Ну и приходил, в общем, хитрый трюк такой, знаете. Я говорю, вот я вам хотел показать свою творчество. И вот он смотрит на меня фотографии и говорит, слушай, да можно альбом сделать. Я говорю, вот я и пришел по этому. В 2016 году, как раз на юбилей города, вышел альбом на двух языках. Но такое дело было, что с нами судились, хотели что-то поиметь. А я им сказал, это что, никакого патриотизма нет. Это все-таки мы общее дело делаем для людей, для гостей. Ну придрались то, что мы поместили Любочку, как бы авторское право там и так далее. Поэтому решили содрать деньги с нас, с издательства, я имею в виду. Поэтому судились очень долго. Но они нарушили то, что земля это городская. Они не оплачивали за эту землю и так далее. Даже задержали продажу. Ой, столько кадетеля было. Даже художники за нас заступились, союз художников. Я вам скажу, что... Ну, красивый альбом. Сейчас как бы можно было переиздать, но издатель умер. Здесь, видите, здесь и Тарский район показан. Ложниково, село. Это я снимал с вертолета. Ну, красивый вот здесь сибирский орех. Понимаете, все это, большая речь. Все на двух языках, все это. Очень красивый альбом. Вот этот альбом, я вижу, Сибирь. Это, в общем, несколько городов Сибири здесь. Вот. Ну, начиная из Омска. Тоже судьба этого альбома. В общем, тысячи экземпляров в Омске появились они. Издатель привез. Тираж был 7 тысяч, а 6 тысяч он не мог оплатить. И Москва пустила продажу. И даже мне звонили, говорят, слушай, в Москве, в книжных магазинах появился твой рвал. Это как? Я говорю, ну как? Я не знаю, как. Поэтому несколько тысяч файлов. А негативы? Вот. Негативы. Вот. Негативы. И каждый негатив в кальке. Вот. Поэтому дольше хранятся, не царапаются и так далее. Потом сканируются. Раньше как-то большое внимание не уделялось на съемки города. Все. Мы снимали портреты передовиков. Вот. Передовики на рабочих местах там. И часто делали выставки такие. У меня вон фототека, вон большая. Где-то тысячи негативов. Я снимал Рабиновича, профессора. Бесярина, профессора. Тоже они давно уже ушли из жизни. Ветераны войны. Потом ветераны фотографии. Взять как Чилишов, Румгородс там и так далее. Все они оживают в наших фотографиях. Ну, раньше же мы информацию записывали на такие диски. Ну, они хранятся удивительно, что больше десяти лет. Сейчас флешки же я буду все это. Раньше я записывал на диски песни там и дарил, понимаете. Вот там все-таки оформлял очень красиво все это. А сейчас флешка. Как ее оформить? У каждого свой почерк. Я вот смотрю, молодые снимают. Вообще-то есть здорово снимают. Вечером даже смотришь на город. Особенно Любинский проспект там. И улица Партизанская там и так далее. Даже не узнаешь. Потому что освещение совсем другое. А утром может быть дымка какая-то, понимаете. Вот мне нравится подход Андрея Кудрявцева, например. Он такой заразительный фотограф такой. Влюблен в город. Вот. Поэтому я просматриваю эти снимки. Тоже, понимаете. Думаю, какие находки у него тоже интересные. Он может снять и город и утром, и вечером. А я, например, может быть, с линцой отношусь к этому. У меня столько всего, что даже некоторый раз говоришь, а я это уже снимал. Ну, это неправильно. Я всегда поражался Савином. Ему уже было за 90, а он все равно снимал. Но я вам скажу, если человек родился с кисточкой, то он всю жизнь будет. Журналисты писали, Кудринский человек большого города. Я же уезжал несколько раз и попадал в маленькие города. Мне давали и квартиры, и студии, и деньги были, и все. Три года я бросал эту квартиру и уезжал. Опять в Омск. Я даже не знал, что такое ностальгия. Оказывается, она захватывает так. Вот даже я в Москве, у меня четырехкомнатная квартира была, студия шикарная, понимаете, все это. Я работал в атомной энергетике, а у меня порожневый, митинстер был. Мне давали все это. Поэтапное строительство атомных электростанций. И фотоаппаратура была. А три года прошло, и я уезжаю. Омск, во-первых, большая территория. Кроме этого, историческая часть как бы собрана почти в одном месте. Это Любинский проспект. Ну, это мой родной город. Это вот эта теплота, вот эта вот аура, понимаете. Это, ну, как бы, люблю я свой город. Но я вам скажу, беда вообще-то. Ни открыток, ни альбомов в книжных магазинах нет. Даже туристы приезжают, хотели бы купить открытки или там альбом, а ничего нет. А мы говорим, надо, как говорится, показывать город свой, понимаете. Рекламировать его. А как рекламировать? По телевидению. Ну, хотя по телевидению одно, а это... Вот понимаете, когда берешь альбом, совсем другое отношение. Листаешь, переживаешь и радуешься. ПЕСНЯ Поцелуи украдки стога. И поэт, молодой, влюбленный Сережа Есенин, и изливающий душу потомках нетленных стиха. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ